Приветствую всех любителей настольного тенниса! Сегодня хочется рассмотреть различные варианты игры на длинных шипах. Для игры с шиповиками надо научиться держать мяч на шипах, так сказать, прочувствовать шипы и стараться получать удовольствие от игры на шипах, варьируя различными вращениями. И, конечно же, не надо торопиться. Если вы поторопитесь, занервничаете, потеряете контроль, то, конечно, проиграете. Ну, а сегодня мы рассмотрим мой матч с легендой любительского настольного тенниса с Владимиром Немашкало. Конечно же, как и для многих из нас, возраст и травмы не позволяют играть на былом уровне. Но огромный опыт и наигранность – это тоже очень грозное оружие. Владимир – это так называемый классический шиповик. Шипы с бэкэнда у него предназначены для уверенного приема подачи, а также для того, чтобы запутать соперника на вращениях. И тогда либо он просто ошибется, либо выдаст удобный мяч для атаки. Владимир атакует, если с бэкэнда, то шипами длинными тычком под правую руку. Но это реже. А основная же атака – это плоский, либо с боковым вращением, мощный удар по центру. Реже по диагоналям. У Владимира есть свои наигранные комбинации. Ну, во-первых, это, конечно же, подача. Основная подача – это с нижним вращением, либо реже плоская, под правую руку. Если вы с этой подачи атакуете, то получаете еще более мощную контратаку. Пример. Если же вы, принимая эту подачу, делаете скидку по центру и мяч завышается, то немедленно идет атака длинными шипами тычком под правую. Пример. Иногда подача плоская. Если же вы ее принимаете накатом по диагонали, то незамедлительно получаете и атаку по диагонали. Пример. Пример. И не сделаете скидку или накат по центру, либо под право. Тогда следует незамедлительная атака мощным ударом по центру или по диагонали. Пример. Теперь рассмотрим прием подачи Владимиром. Если вы подаете подачу с нижним вращением, то после приема с шипами вам возвращается плоский или с верхним вращением мяч. При скидке этого мяча в центр под сетку идет атака от Владимира тычком с шипами под право. Наиболее удобно вернуть этот мяч плоско, опять же по центру или под право. И тогда идет незамедлительная атака с форхенда мощным ударом по диагонали вторым темпом. Пример. Если же вы в процессе розыгрыша сделаете накат под право, то тут же получите атаку с форхенда по диагонали. Пример. Если же вы переведете игру под лево и в процессе розыгрыша сделаете накат или скидку под лево, то тогда можете получить атаку с захода по левой диагонали. Володя бескомпромиссный атакующий игрок, который будет стараться атаковать при первой же удобной возможности. Поэтому выстраиваем свою стратегию игры на матч. Во-первых, это прием подачи. Подачу с нижним вращением наиболее оптимально принимать с резкой. Либо коротко под сетку, либо длинно на край стола, чтобы соперник постоянно был в напряжении. Плоскую же подачу лучше принимать скидкой. Опять же, под лево на шипы, либо коротко под сетку, либо длинно на край стола. Плоскую же подачу под лево, вам под лево, либо по центру. Наиболее оптимально принимать скидкой или накатом под лево сопернику на длинные шипы. Иногда можно ловить соперника на противоходе, когда он привык, что вы все время отдаете ему под лево. Самому уже наиболее оптимально подавать подачу либо с нижним вращением, либо накатом под шипы. И начинать розыгрыш, варьируя постоянно вращение. Отдавая мяч то с резкой, то накатом, то плоско. И при этом еще отдавая либо коротко, либо длинно на край стола. Заставляя соперника либо шибиться самому, либо выдать вам удобный мяч для атаки. Который атакуем либо тычком, кистевым переводом под право, либо легким накатом под лево. Итак, выстроив такую стратегию игры, начинаем матч. Смотрим. Подача с нижним вращением, принимаем с резкой по центру. Возвращается плоский мяч. Его отправляем кистью тычком под право. Затем плоско отправляем под центру и накатом в пустой угол вправо. Подаем по центру мяч с нижним вращением. Возвращается плоский мяч. Скидываем по центру и затем уже накатом в противоход под право. Прием подачи с нижним вращением с резкой длинно под лево на край стола. А затем кистевым тычком переводим мяч косо под право. Подача с нижним вращением косо под лево и затем скидка неудобно сопернику под локоть. Прием подачи с нижним вращением с резкой длинно под лево. Затем накатом отдаем мяч в центр и блокируем атаку в противоход под право. Подача с нижним вращением по центру. Затем делаем накат с верхним вращением под лево и завершаем плоско косо неудобно под лево. Подача под лево на шипы, затем скидка под лево на шипы. Возвращается плоский мяч, переводим его накатом под право и блокируем плоско мяч под сетку неудобно для соперника. Прием подачи с нижним вращением коротко с резкой под сетку, затем кистью-тычком отправляем его под право, блокируем атаку по центру, делаем легкий накат по центру и по завышенному плоскому мячу кистью-тычком отправляем неудобно под право. Игра по шипам. Плоская подача под лево, затем скидка длинная плоско под лево и завершаем накатом косо под лево неудобно. Прием подачи с нижним вращением длинной срезкой под лево, возвращается плоский мяч и затем кистью-тычком переводим его неудобно под право. Подача с нижним вращением по центру, а затем по плоскому мячу скидка косо-коротко под лево. Подача с нижним вращением под лево, затем скидка под лево, накат под лево. Владимир атакует по диагонали, блокируем эту атаку, противоход под право. Прием подачи с нижним вращением на этот раз неожиданно для соперника скидкой косо под право. Прием подачи с нижним вращением срезкой косо под лево, затем по завышенному плоскому мячу переводим под право. А Владимир успевает, атаку блокируем ему неудобно под опять лево. На этот раз Владимир подает плоскую подачу под лево, переводим ее плоско по диагонали сопернику под лево, затем тычком отправляем ее еще раз под лево. И уже по удобному мячу кистью переводим неудобно сопернику под право. Прием подачи с нижним вращением срезкой по центру, затем делаем накат под лево, после тычком переводим кистью под право. Мяч задевает сетку, Владимиру приходится завышать мяч и по завышенному мячу атака под лево. Подача с нижним вращением в центр и затем уже неудобно для соперника делаем скидку плоско под лево. Прием подачи с нижним вращением скидкой под лево, Владимир переводит мяч под лево, возвращаем по диагонали, Владимир атакует по диагонали, блокируем по прямой под право. Подача плоско под лево, затем делаем срезку под лево и уже затем по плоскому мячу проводим атаку накатом под лево. Прием подачи с нижним вращением с резкой под лево, а затем уже плоский мяч, кисти переводим под право. Прием подачи с нижним вращением срезкой под лево, Владимир переводит его по диагонали под лево, возвращаем его накатом по диагонали, а затем скидкой косо отправляем мяч под право. Подача с верхним вращением под лево, затем скидка коротко под лево, Владимир подходит к столу, а затем накат длинно под лево неудобно. На этот раз Владимир подает плоско по центру, ловим его на противоходе, отдавая плоско косо под право. Подача с нижним вращением по центру, затем делаем скидку под лево, затем накат под лево и блокируем атаку под право. Подача с нижним вращением под лево, затем делаем скидку под лево и уже по плоскому мячу кистью, тычком отправляем мяч под право. С завершения матча подачу с нижним вращением отдаем срезкой длинно на край стола, заставляя ошибаться на шипах. Ну а на этом все. И по традиции в конце анекдот. Разговаривают два теннисиста. Один говорит другому. Слушай, для игры в теннис надо постоянно двигаться и атаковать. Как в той пословице. Порхай как бегемот и жаль как пчела. Второй спрашивает, может порхай как бабочка? Не, ну давай будем реалистов. Посмотри на себя. Порхай как бегемот. Если понравилось это видео, ставьте лапки. Пишите свои комментарии по играм на шипы. Подписывайтесь. Делитесь этим видео с друзьями. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok